Всем привет! Я решила попробовать чаще записывать влоги. Не знаю, насколько хватит моего желания, но пока оно есть, буду записывать. Сегодня пятница, Маша осталась дома, она с утра сказала, что не хочет идти в детский сад, просто не хочет, просто хочет остаться дома. Ну, в принципе, почему и нет? Я дома, у меня сегодня работа только в пяти вечера, Ваня будет работать где-то до трех, до полчетвертого, приедет домой, они меня завезут на работу и дальше они уже будут там развлекаться. Не знаю, что они будут сегодня делать. Мы сейчас вышли, надо зайти в магазин, ну, в принципе, не то, чтобы надо, ну, чтобы дома уж не сидеть. Решили зайти в магазин, на детской площадке гулять холодно, но у нас тут есть одна маленькая детская площадка, просто качели. Маша сейчас на них покатается и пойдем сходим. В Ростан зайдем, в Тедзи зайдем, в продуктовый магазин, наверное, заходить не буду, уже завтра поедем и будем закупаться. В Тедзи хочу Маше купить пенал для ее карандашей, потому что это все разбросано и это очень-очень неудобно. Тем более, когда она ищет какой-нибудь цвет, а его найти нигде нельзя, лучше пускай это все лежит в пенале. И в Росман надо зайти карамельки снова купить, поесть, ест, не знаю, как слон какой-то. И что-то мне еще там надо было, в общем, не помню. Маша, наверное, игрушку какую-нибудь захочет. Посмотрим, может быть, даже что-нибудь там поснимаю. А потом, когда придем домой, надеюсь, у меня получится Машу уложить на дневной сон. А я все-таки запишу распаковку. У меня же много-много бьюти-боксов скопилось. Вот сегодня, наверное, запишу либо распаковку трех бьюти-боксов от Glossy Box, либо, скорее всего, от Look Fantastic. Ну, надо подумать, выбираем между теми и теми, посмотрим. А уже на следующей неделе запишу другую распаковку. Ну, и останется, в принципе, распаковать только Pink Box. Look Fantastic, бьюти-бокс и Glossy Box мне больше, вроде как, не должны приходить. Во всяком случае, я так думаю, у меня все закончилось, подписка на год. А Pink Box еще один или два должны прийти, если я не ошибаюсь. Вот. Но пока такие планы на сегодня. Ну, и, как я говорила, в 5 часов вечера я приступлю к работе. Ну, там всего лишь 3,5 часа отработать. А, а еще хочу сегодня сделать маникюр. Маникюр у меня уже очень сильно отросли ногти. Выглядит это, мягко говоря, не очень. Поэтому, надеюсь, у меня сегодня будет желание и силы сделать себе маникюр. Ну что, Маша, пойдем в магазин? Нет. Еще нет? Еще будешь качаться? Ладно. Погуляемся мы немного тут и уже пойдем в магазин. Чтобы вы понимали, мы уже полчаса торчим в отделе с игрушками. Я чувствую, что еще столько же будем торчать, потому что Маша еще никак не может определиться, что она хочет. Да, у тебя вот такое вот у тебя уже было. Да, вот такое вот. Но это все опять потерялось. В принципе, можно начинать сначала. Так у тебя и вот такое уже было. Котята были. Там еще собачки есть. Собачки у тебя тоже были. Все было все. Были у тебя собачки, в общем. С ребенком ходить с игрушками. Сами знаете, что это такое. Слайм она себе уже выбрала. А, помогите. Знаете, что вам сказать? С ребенком ходить в магазин – это очень-очень сомнительное предприятие. Мы потом пойдем туда вниз, к себе. Я взяла только колготки за 2.30 и средства для уборки. А все остальное на 15 евро – это не Машина. Но зато ребенок доволен. Мы там что-то журнал взяли, она захотела. Надеюсь, она в это будет играться. Это какая-то антикварная лавка. Смотрите, это про это Маша спрашивает, что это такое. Это какая-то антикварная лавка. Кстати, никогда не обращала внимания, что она тут есть. Тут и украшения продаются всякие разные. Прикольно. О, все. Мне надо батарейки поменять на телефон. Так, смотрится, конечно, красиво. Мы сейчас за шлифки, как тут 20% на штаны и леггинсы. Маши как раз надо были. Я вот одни и выбрала. Сейчас еще посмотрю, что тут есть. Ой, тут всякие теплые кофточки. Мне это тоже надо посотреть ей. Может, что-то дома ходить, может, что-то в садик. В общем, сейчас выберу ей, в принципе, в Кике можно что-то интересное выбрать. Но тут цены тоже не самые дешевые, но сойдет для детей. Самое то, курточки. Мне тоже, Маше, нужна куртка какая-нибудь. Может быть, розовая. Маша там веселится. Ну, тут тоже штаны какие-то. Ладно, будем смотреть. Вот. Тапки. Маш, ты тапки в садик нужны или не нужны? Снова нужны тапки? Ты же вроде недавно покупали ей тапочки. Тут такие вот домашние тапки 6 евро стоят. Ну, в садике в таких ходят очень-очень удобно. Есть еще такие вот кроссовки. Ну, я тут обувь не покупаю, а вот тапки сама-то. Конечно же, только по ходу по магазину мы не ограничивались. Маша с нами на булочной сказала, что она очень-очень голодная. А я себе этот торт взяла, горячий шоколад. Сейчас он покажу. Вот мой торт. Я на диете. Машин горячий шоколад и какую-то булку с маслом. Она вообще в жизни не ест дома масло. Не знаю, что она так захотела. В общем, приятного нам аппетита. Накупили мы в магазине всякую ерунду. Маша всегда взяла себе наклейки. О, я и взяла. Финал. Такое, что надо что-то разрисовывать, что-то. Потом она захотела взять вот этот вот очень нужный вид. Это самое нужное вид, которое просто необходимо каждому ребенку. Нафига оно ей непонятно. Ну, ей так не нравится. Потом взяли ей такой вот журнал. Я разговаривала, взяла себе колготки. Средства моющие для туалета. Там промельки измена ей, да? И вот такие вот босины. Ну, в принципе, все там дальше. Туалетная бумага и больше ничего интересного нет. Но это слайм. Мы как-то покупали слаймы, но они не настолько были противные. Этот прям, фу, такой ужасно противный. Маш, тебе нравится? Да. Сделать. Не покупайте слаймы детям. Я Маше не запрещаю из-за стола выходить, но он уже везде у нее. Сейчас будем ее как-то отмывать. Ну, а мне надо уже собираться на работу. Сейчас пойду немного подкрашусь, приведу себя в порядок. Оденусь, Иваня с Машей меня завезут. Честно говоря, мне так лень. Я бы так лежала. Может быть, даже еще немного поспала. Я Машу уложила на дневной сон. Она вместе с ней уснула. Мы проспали где-то часик, часик двадцать, где-то так. В общем, немного. Но надо идти работать. Вторая смена такая самая ужасная смена. Из-за того, что вот с пяти до восьми тридцати, как сегодня, еще ничего. Нормально три с половиной часа отработал еще. А вот в субботу с трех до восьми тридцати получается. Проснулся, позавтракал. Буквально пару часов есть, чтобы какие-то домашние дела поделать. Или съездить, закупиться. Все, и надо идти работать. А вечером уже, понятное дело, что никуда не пойдешь, никуда не поедешь. Все закрыто. Но ничего. Меня обычно в субботу ставят работать примерочно. Я в примерочной могу находиться пять с половиной часов. И сейчас я тебе помогу. Сейчас я помогу. И время у меня там пролетает буквально, я не знаю, как час. То есть пять с половиной часов чувствуется, как час. И мне это нравится. И там более такая динамичная работа. Вот. Посмотрим, как сегодня будет. Может быть, меня тоже вправят в примерочную. И будет мне счастье. Я быстренько отработаю и приеду домой. Не знаю, буду делать ногти, не буду. Что-то мне уже лень. Я думаю, что вечером мне еще более лень будет. Все. Пошла я собираться. Пойдем машем руки от этого слайма. Думаю, что увидимся с вами вечером. Я уже приехала на работу до начала работы. У меня буквально 10 минут. Я подготовила свою рабочую сумку. Обязательно вода. Сейчас пойду возьму наушники. И уже в пять часов я должна отбиться и приступить к своей работе. Я походила, посмотрела. Людей не так уж и много. Значит, работа будет такая не сильно напряжная. И буду надеяться, что закончим мы вовремя. У всех работников, как видите, и шкафчики. У меня нету. Мне он не надо. Мне и так удобно. Я сумку всегда ношу с собой. И иногда я даже ношу вне работы. Очень удобно. И надо себе купить такую же. Я на ASOS одну присмотрела. Но она раскуплена. Потому что в скором будущем она у меня появится. Все. Пошла я работать. Пожелайте мне удачи. Как вы можете видеть, я уже дома отработала. Сегодня меня поставили в отдел с нижним делом. Не люблю я это отдел для работы. Там постоянно дурдом. Только всю красоту навел. На две минуты отошел. Опять на творится беспредел. Мой любимый отдел – это отдел с косметикой. Но это и плохо. Потому что пока я сегодня там помогала девочке расставлять баночки по местам. Он тоже был в конце рабочего дня. Я нашла один интересный супруг для волос для себя. Потом шампунь себе насмотрела. Потом еще маску для волос. Маску для... В общем, короче. Мне туда нельзя. Но отдел мне этот нравится. Ну и примерочный мне тоже нравится. Работать. Наверное, завтра мне поставят работать в примерочный. У меня уже дома сонное царство. Ваня спит. Маша только что уложила. Я сама смою косметику и в душ. И, наверное, пойду ложиться спать. Не буду уже ничего смотреть. О, Карамеля. Здравствуйте. А пойду сразу ложиться спать. Потому что Маша до сих пор рано встает. Вне зависимости от того, сколько она ложится спать. У нее подъем стабильно. В 6 утра. В 6.30. В 7 утра. Это прям подарок. Один раз за последние полгода она стала полдевятого. Это было прям супер. И знаете, что я вам хотела рассказать? Я хотела вам рассказать про этот вот шампунь. Я сегодня помыла им голову. Это шампунь я рассказывала в предыдущем влоге. Я показывала, что я его купила. Это для жирных коней и сухих кончиков. Ну, ничего не могу сказать по поводу сухих кончиков. Но я могу сказать точно, что он отлично вымывает волосы. Вот прям до скрипа. И прям с первого раза. Мне это очень понравилось. Его надо немного. И он пахнет кокосом. Я просто не прочитала на упаковке, что он с кокосовым молоком. Он сейчас прочитала. Он реально пахнет кокосом. Я еще удивилась, думаю, что я пахнет кокосом. Но я сейчас смотрю на себя в зеркало, на свои корни. Завтра. Либо мне сейчас надо использовать сухой шампунь, чтобы завтра голова смотрела свежее. Либо завтра мне надо будет снова мыть голову. Ну, посмотрю еще завтра. Еще будет видно, надо ли мне бодиколову. Но в целом мне шампунь понравился. Единственное, что я надеюсь, все-таки, что хотя бы два дня не надо будет бодиколову. Но это уже будет видно завтра. Но, скорее всего, придется. Мне еще дурацкая привычка трогать волосы руками. Поэтому они жирнятся, конечно же, быстрее. А еще, кроме такого, есть увлажняющий. Сегодня в Фернхайме видела. Там продается еще увлажняющий шампунь. Наверное, тоже себе его куплю, попробую. Хотя я там другое насправлю пищу. Не важно, если что-то буду видеть, что-то буду покупать, буду вам рассказывать. Так, все, пошла я смывать косметику. Буду ложиться спать. Но этот влог получится очень-очень коротеньким. Ну, как получилось. Все, буду с вами прощаться. Всем пока-пока. Ставьте лайки и пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok